Я с удовольствием приветствую наших французских коллег. Бонжур, Себастьян, Карим, Люси. Добрый вечер. Итак, сегодня мы презентуем впервые совместно нашу магистрскую программу «Менеджмент в сфере искусства и культуры» и нашу программу совместную с Национальной консерваторией искусства и ремесел. Сегодня у нас будет уникальная возможность послушать представителей, руководителей этого проекта как со стороны России, так и со стороны Франции. И сегодня у нас будет возможность послушать руководителя программы во Франции Люси Маринье и руководителя программы в России Тамилы Тофиковой Ахмедовой. Я с удовольствием предоставляю слово нашему научному руководителю со стороны России руководителю гуманитарных программ представительства фонда Гидара Алиева в России, доктора философских наук Томила Тофиковна Ахмедовой. Томила Тофиковна не только доктор философских наук, но еще и человек, который имеет уникальные знания, навыки и профессиональную компетенцию в области взаимодействия с культурными институциями. И она настоящий профессионал, который реализовала огромное количество международных проектов в сфере искусства и культуры. Я передаю слово вам, уважаемые представления, разрешите вас всех поприветствовать. Для меня большая честь, не скрою, находиться в стенах ГИМО. Это, как вы знаете, лидер российского лучшего образования. И сегодня у нас будет презентация программы, не побоюсь этого слова, уникальной программы. Почему? Потому что такой стык, в общем-то, достаточно редкий. Сейчас очень много высших учебных заведений практикуют магистатуру совершенно, казалось бы, не про судьбу. И тут ГИМО. Сначала можно сказать, ну, где искусство, где ГИМО, и, поверьте мне, оказалось, что это все очень-очень тесно связано. Но, если позволите, прежде чем огласить, так сказать, официальную презентацию программы, может быть, даже ее зачитать, дабы не пропустить ничего, я бы хотела чуть-чуть поговорить о культуре и о тех, кто, так как сегодня собрался здесь, значит, высказал какой-то интерес к этой теме. И мне очень приятно, что именно вот эта возрастная категория потянулась к этой сфере. Понимаете, культура – это такая область, особенно в последнее время, я надеюсь, все с этим согласитесь, когда уже не войны, не какие-то экономические санкции, а именно культура, так называемая мягкая сила, позволяет решать острые конфликты, создавать благоприятный имидж такой для страны. Поэтому вот эта программа наша, она потрясающе соединяет в себе самые лучшие стороны, которые только могут быть представлены в этой сфере. Я понимаю, что все те, которые выбирают для себя магистрскую программу, это прежде всего, мы все живые люди, и все понятно, что человек должен как-то работать, он должен жить, он должен зарабатывать. И здесь, конечно, есть такой личный момент. То есть я выбираю то, что принесет мне какое-то не просто удовлетворение моральное, но все-таки материальные какие-то ресурсы тоже будут обеспечены. Но я хотела бы подчеркнуть, что все-таки то, что ученик детям в культуре, это приятно еще с тем, что все-таки они будут создавать и имидж нашей страны, и продвигать его дальше. Вот, знаете, как-то недавно прочитала завещание Далласа, я думаю, что у молодежи будет возможность посмотреть его в интернете, где господин Даллас достаточно пессимистически видел развитие нашей страны, предрекая краб полный именно в искусстве, именно, так сказать, в нашей культуре. И вот мне очень хочется, чтобы помимо каких-то личных желаний, каких-то личных побуждений, у каждого, стремящегося на эту программу, была все-таки какая-то ответственная общественная позиция, потому что именно от вас зависит, как бы это ни банально звучало, сделать им лучше, краше и доступнее всем нам. Сейчас очень много тенденций таких, ну, например, возьмем культуру отмены. Если вы знаете, сейчас много, то, что нам, особенно старшему поколению, казалось невероятным, сейчас мы это уже начинаем воспринимать как нечто обыденное, как нечто такое реальное и не вызывающее никакого возмущения. Вот именно вам, которые придут на эту программу, будет предстоять возможности такого права выбора все-таки, к чему вы будете склонны и к чему мы приведем вас в наше искусство и нашу культуру. Вот, я еще хотела сказать, что дело в том, что вот эта магистовская программа, она не просто предоставляет какие-то конкретные курсы, какое-то определенное знание в узкой области. Особенность ее заключается в том, что она будет иметь такое кросс-дисциплинарное направление. Почему? Потому что изучая, допустим, галерейное тело, у вас будет возможность, так сказать, его рассматривать, изучать через призму массу других предметов. Ну, а теперь, если позволите, я просто вам расскажу, как я сказала, зачитаю, дабы не ошибиться. Можно нашу картинку, если нетрудно? Если нетрудно, да. Следующий, если можно. Я еще раз повторюсь, что я с большой ответственностью представляю прикладную магистрскую программу в менеджерной сфере искусства и культуры, как уже сказала Анжелика Маликовна, разработанную совместно с Французской национальной консерваторией искусств переменцев. Все-таки основная цель программы – это полностью раскрыть творческий потенциал слушателей, научить использовать полученные знания не просто в какие-то определенные проекты, а обязательно, чтобы эти проекты обладали какой-то креативной жизнеспособностью. Ведь нам всем хорошо уже известно, что сейчас креативные индустрии берут везде верх, и это является именно движущей силой, ну, я бы сказала, не только в культуре, но в экономике и, как вы знаете, даже в политике. Ну, архитектура этой магистрской программы основывается на модели имбири, а это гарантирует самые высокие профессиональные стандарты и привлечение серьезного уровня спикеров, экспертов и практиков из бизнеса. Ну, чему научатся выпускники этой программы как бы с практической точки зрения? Ну, прежде всего, программы рассчитаны на подготовку высокопрофессиональных управленцев. Это не просто специалистов в сфере креативного менеджмента или творческих индустрий, а это, прежде всего, большие профессионалы в управлении различными видами деятельности. Это и арт-бизнес, и правовое содержание, и эффективный менеджмент с самими арт-процессами. Если программа нацелена на подготовку специалистов работать как в национальном поле, но здесь надо сказать, что знание позволяет расширить рамки и уже выйти на глобальный уровень и, можно сказать, даже на национальный. Программа разработана для тех, кто видит себя как в профессиональном, творческом и карьерном будущем именно в области культуры, искусства. Я бы сказала, что прежде всего для всех тех, кто хочет расширить профессиональные и личные свои границы, это самая большая возможность. Ну и чему, так сказать, научится студент, окончивший эту программу? Она позволит прежде всего получить новые компетенции и знания для профессиональной деятельности в арт-бизнесе и для реализации крупных масштабных государственных и частных проектов. Программа предполагает самый широкий спектр самых актуальных направлений, начиная с одной стороны как с базовых дисциплин и то, что я сказала, здесь будет кросс-дисциплинарность, то есть будет охватывать не одно направление. Это такой уникальный сплав на эти традиционных и прикладных как бы курсов. И я скажу, что я не знаю аналога, во всяком случае пока, чтобы вот такое сочетание было культуры и, самое главное, возможности вывести все это на международный уровень. Как вы знаете, МГИМО все-таки специализируется на международных отношениях, и поэтому, я думаю, это даст очень большие возможности потом применить слушателям, а может быть уже и выпускникам свои знания. Ну и надо еще сказать, что программа обязательно будет включать в себя очень высокие знания не просто в сфере культуры, но и в языковом плане. Вы знаете, что МГИМО – это отличная база, и здесь преподают в языке сильнейшие преподаватели, то есть английский и французский язык будут представлены самым активным образом. Хотела еще сказать, что по поводу стажировки во Франции. Третье семестр у нас будет проходить в Париже, а это даст еще большую возможность свою базу языковую укрепить и развить. И я думаю, что программа включит в себя еще не просто обучение английскому и французскому языку, но у вас, вернее, у тех, кто все-таки соблазнится на нее, будет возможность практиковать ее носителями языка, а это, как вы знаете, очень важно. Так, что у нас еще? По поводу, хотела вам сказать, дисциплин, что программа будет включать в себя базовые и профильные модули. Целью базовых модулей будет представление фундаментальных знаний и концепций в таких областях, как экономика культуры, менеджмент, теория, практика управления организацией. Студенты будут осваивать основные теоретические положения экономики, культуры. Я думаю, они им будут необходимы все-таки для понимания места и функций культуры в государстве, в обществе и экономике страны. Это то, к чему я вас призываю, все-таки после окончания, получив, я надеюсь, фундаментальные знания, все-таки иметь определенную общественную гражданскую позицию. Ну вот, в свою очередь, профильные модули ставят своей задачей углубленное изучение нишевых таких специализированных аспектов, связанных с сменой с ним в сфере искусства и культуры. А я уверена, что они создадут благоприятные условия для сочетания учебы и с осознанным выбором дальнейшего карьерного пути. В рамках дисциплины, например, теории и истории искусства будут изучаться общие теории музыкального и изобразительного искусства, архитектуры, издательского дела, анализ произведения искусства, научные методы изучения искусства и художественных критиков. Вы видите, что только, так сказать, на базе одной дисциплины вот такой вот веер, такое вот такое направление, я думаю, что это не единственная дисциплина, которая будет иметь такой широкий спектр. Подводя итог, я хотела бы подчеркнуть, что представляемая магистрская программа идеально сочетает в себе три ключевые компетенции. Это сертифицированное бизнес-образование международного уровня, международное отношение к культурной дипломатии в качестве одного из базовых элементов современной мягкой силы, то, о чем мы говорили, и профессиональное развитие в сфере менеджмента культуры и искусства. А каким будет результат обучения? Я думаю, по итогам обучения выпускники станут действительно высоко квалифицированными, профессиональными, а к менеджменту в сфере и культуры, и искусства. Но здесь есть еще возможность, как вы знаете, как я повторюсь, может быть, применить себя еще и на дипломатическом публике. Это различные организации. Вы знаете, как сейчас создаются фонды, поэтому поле будет широкое. Остается только выбрать. Я думаю, что они будут разбираться в экономических моделях организации и реализации хозяйственной деятельности в сфере культуры, потому что, как бы мы ни говорили о высоком, все равно все упирается в хозяйство, иногда в такие прозаические вопросы, поэтому в этом надо тоже уметь думать и соображать. Но они изучат особенность движения капитала. Как вы знаете, без денег мы никуда. Все равно нам надо будет начинать именно с материальной базы. Освоить правовые отношения участников от рынка. Это уже будет юридическое направление. Детально ознакомиться с общей теорией музыкального и изобразительного искусства, архитектурой, издательством и литературой и художественной этики. Я думаю, что это даст им возможность разбираться не узкопрофильно, а, так сказать, мыслить широко и масштабно. Ну, и, конечно, какие могут быть, так сказать, карьерные траектории выпускников. Я думаю, что здесь самое главное, что те, кто прочитает курс, кто будет преподавать, они вам дадут возможность полета. А вот уже траектория и высота полета, это будет зависеть от самих слушателей. Поэтому я всех призываю серьезно подумать, выбрать нашу программу. Я думаю, что если вы просмотрите, у нас уже прошла серия лекций спикеров, которые просто пробно, так сказать, читали свои лекции, и я думаю, что вам тогда станет веснее и понятнее, то есть насколько глубоко, фундаментально будет преподаваться дисциплина этой магистрской программы. Поэтому я, конечно, понимаю, что моя задача соблазнять и уговаривать, но хочу вам еще раз сказать, что совершенно объективно, действительно, программа очень интересная, очень непростая, и я бы сказала, что она очень современная, потому что вот такое сочетание, такой подход к преподаванию, представление этой программы по лицам, мне он дорогого стоит, и думаю, что пока не встречается нигде. Поэтому я желаю вам всех успехов, и самое главное, все-таки серьезного отношения к нашему предложению. Спасибо. Спасибо большое, Томила Тофиковна. Это было блестящее выступление, не только соблазнение, но и погружение, я бы сказала, в содержание программы. Мы сегодня, хочу параллель провести, выпускали наших спортивных дипломатов, есть у нас такая программа, и ректор университета Анатолий Васильевич Таркунов, вспоминая недавний визит Антонио Гутерришеву ему задал ему вопрос, что такое дипломатия, где сегодня дипломатия, где сегодня международные отношения, на что получила ответ, дипломатия сегодня везде, не только в спорте, не только в политике, но и, как выясняется, и в культуре, и, наверное, через культуру еще больше можно найти средств и методов для сближения разных позиций, разных взглядов на одни и те же вещи. Я с удовольствием сейчас передаю слово нашим французским коллегам, руководителю международного управления Национальной консерватории искусств и ремесел Себастьяну Леонселю и профессору кафедры международного развития к нам Кариму Меджаду. Прошу вас, уважаемые господа, Себастьян, Карим, вам слово. Спасибо большое. Надо включить. Большое спасибо. Уважаемые преподаватели, уважаемые директора, уважаемые студенты, уважаемые коллеги-преподаватели из Франции. Я, наверное, вкратце расскажу о деятельности нашей консерватории на международной арене. Я сам как раз отвечаю за такие международные контакты. Прежде всего, мы предлагаем несколько программ подготовок для дипломатов в наших филиалах за границей. У нас есть целая сеть, например, в Марокко, в Код-дивуар, на Мадагаскаре, в Ливане и в Китае. Мы также предлагаем программы подготовки у наших академических партнеров или институциональных партнеров, а также социоэкономических, также за границей. В основном это Центральная и Восточная Европа, а также Азия, Ближний Восток и Африка. И третье направление – деятельности. Мы также предлагаем программы мобильности и обмена студентами. У нас целый ряд партнеров. Четвертое направление – мы все чаще сотрудничаем в рамках европейских программ, например, Erasmus+. Здесь также мы развиваем нашу студенческую административную мобильность. И пятая – мы также предлагаем программы подготовки собственно во Франции, в Париже, а также в наших региональных центрах консерватории. Мы предлагаем программы обучения не только на французском, но и на английском языке. Адресованы они не только профессионалам сферы и отрасли, но и студентам, в том числе иностранным студентам, почему бы нет, и из России. Говоря про нашу международную деятельность в России, мы сотрудничаем с Россией уже больше 20 лет, более активно последние 10 лет по целому ряду направлений. Мы разрабатываем программы подготовки по менеджменту в сфере инженерии. Это все магистрские программы. У нас есть несколько партнеров. РУДН, например, университет дружбы народов. А также, например, технический университет в Томске, в Сибири, национальный университет Томска. А также с университетом в Новосибирске мы сотрудничаем. А также транспортный институт в Москве и в Питере. Помимо вот этих программ, у нас есть российские студенты, которые проходят программу подготовки нашей консерватории в Париже, тоже по менеджменту. Они в основном учатся на англоязычных программах, а не франкоязычных, конечно. И у нас есть программы по студенческой мобильности и студенческому обмену. Так называемый обмен кредитами. Это что-то, что финансируется в рамках европейских проектов. Но мы также уже сотрудничаем и с Россией. Сейчас мы запускаем такие проекты опять-таки с университетами Новосибирска и Томска, которых я уже называла ранее. Почему бы нет? В дальнейшем мы можем в этом году или в следующем году расширить наше партнерство двойных дипломов с МГИМО. Может быть, включить его в эту миссию международного обмена, чтобы получить дополнительное финансирование таких студенческих обменов. Может быть, это было бы очень неплохой идеей. Как я сказал, мы сотрудничаем с европейскими университетами в рамках проекта Erasmus+. Мы уже сотрудничаем, например, не только с Россией, но и с Азербайджаном и Китаем. Мы разрабатываем программы сейчас магистрские по железнодорожному транспорту с транспортными институтами и сотрудничестве с РЖД. Мы участвуем в франко-российском коллоквами по железнодорожному транспорту, который проходит каждые два года. Существует также программа сотрудничества между РЖД и французскими железными дорогами. Поэтому вот этот двойной диплом, я думаю, станет важным вкладом в обмену студентами, в обмену экспертизой. позволит вписать ее, возможно, в какие-то программы мобильности студенческой более специализированными. Есть еще так называемые программы сотрудничества в области лингвистики. Мы опять же развиваем их с университетами Сибири. Возможно, мы могли бы расширить такой опыт двойного диплома и на это сотрудничество. Иногда мы можем предусмотреть физическую мобильность, но иногда в силу каких-то ограничений географических, финансовых, еще каких-либо такие программы мы можем проводить и дистанционно. Это программа двойных дипломов между МГИМО и нашей консерватории. Надо сказать, что это предмет нашей огромной гордости. Мы получили состороннюю поддержку посольства Франции в России. Эта программа полностью вписывается в программу франко-российского диалога, диалога Трианон. Я благодарю всех участников за их личный вклад. Всех, кто присутствует здесь сегодня. Жан-Клод, Люси, Карим, наши российские партнеры, спасибо вам большое. Благодаря вам, нашим дорогим партнерам, ГИМО, Мария, уважаемый господин ректор, заместитель ректора, занимающийся международными отношениями, директор школы бизнеса. Мне кажется, что это совершенно прекрасное партнерство, которое мы хотим развивать дальше. И наш главный администратор, по крайней мере, к нам очень гордится этим партнерством. он хотел бы встретиться с вашим ректором в Москве и, конечно, будет всегда готов принять его в Париже, пригласить его в наш музей искусства и ремесел. Спасибо огромное, спасибо за организацию этого семинара. Спасибо, спасибо, Себастьян. Я буквально на минутку тоже возьму слово, чтобы, наверное, завершить выступление ответное французской части. Прежде всего, тоже хочу поблагодарить российских партнеров за организацию сегодняшней встречи. Конечно, мне хотелось бы, чтобы это партнерство наконец могло материализоваться. Жан-Клод, директор департамента, тоже очень рад, что мы дошли до этого этапа. это командная работа, которой мы занимаемся уже почти два года. И хочу подчеркнуть еще одну вещь. Для нас вполне логично, что это магистрская программа у нас есть, знаете, в нашей французской культуре культура занимает огромное, играет очень важную роль. Это такое перекрестие между частным сектором, государственным сектором, перекрестие разных культур. Это также что-то, где воплощаются все тенденции глобализации. Это инкарнация, воплощение современного этапа глобализации. И я сегодня рад представить вам Люси Маринье. Она пока не работает к нам, но скоро придет к нам в силу бюрократии юридически. Она еще не наш сотрудник, но это скоро случится. Она как раз будет отвечать за культуру в нашем департаменте международных отношений. И, конечно, вот эта магистрская программа во многом будет входить и в ее функции. И сегодня таким образом Люси выступит с первым выступлением в рамках нашей национальной консерватории, еще даже не будучи официальным сотрудником. Но хочу, чтобы мы все вместе ее поприветствовали. Спасибо большое. Хочу всех поприветствовать. Видно ли мой экран? Хорошо ли вам видно экран? Видно? Хорошо, замечательно. Есть несколько аспектов. которые мне придется проскочить чуть быстрее, потому что времени у нас не так много. Конечно, я не успею рассказать о всех особенностях существования культуры в общественном пространстве. Это очень обширная тема. Проект, который представил Карим, очень меня заинтересовал. Видно ваш экран, просто черный. Я больше 20 лет не только занималась преподавательской деятельностью, но и работала в сфере культуры. Я преподавала в Сорбоне, много работала в рамках разных культурных проектов в общественном пространстве. Я, можно сказать, чиновник, который работает в сфере культуры в Париже с 2003 года. Я выступала и как культурный советник Бертрана де Лануэй, мэра Парижа и работала в музее современного искусства и явилась руководителем места, которое называется Каро Дютон. И сейчас у нас есть специальная программа, которую также я возглавляю. Мы задаемся вопросами, каково культурное будущее таких крупных городов, как Париж и, собственно, других крупных метрополий. Карим только что сказал, если все получится с начала Нового года, я действительно стану сотрудником Национальной Консерватории и, конечно, буду рада стать частью этого проекта и сотрудничать с МГИМО. Мы вместе с Каримом думали, о чем можно рассказать в качестве вот такого открытия. И Карим сказал, что есть две темы, тот, о котором я в итоге буду рассказывать сегодня, и крупные выставки. Я посмотрела программу подготовки и подумала, что об этом вы уже, наверное, и так много говорили без меня, и подумала, что лучше я расскажу о культурных вызовах в урбанистическом пространстве. Все крупные города мира, все крупные столицы сегодня сталкиваются с этими вопросами, как культура существует в общественном пространстве. С одной стороны, жители крупных городов живут довольно близко друг к другу. Можно сказать, что люди не идут куда-то за культуру, а культура пронизывает всю их повседневную жизнь. Город это место выражения культуры по определению, и помимо этого, это, конечно, крупные туристические места, туристические направления. Учитывая все эти аспекты культурной, урбанистической культуры важно также, каким образом происходит поддержка художников, демократизация доступа к произведениям искусства, как создается некая культурная образность в определенном пространстве, будь то Париж, Москва или какой-то другой город, и как мы можем продвигать так называемые культурные права, идея, что индивиды и некие общества могут выражаться в произведениях искусства в зависимости от их идентичности и различных культур, которые они представляют. Вот многочисленные вызовы культурной политики в городе. Культура также является мощным инструментом в частности в общественном пространстве так называемых творческих креативных городов. После закрытия провалов, скажем так, чисто промышленной индустриальной политики, многие города пересмотрели свой подход и постарались привлечь больше креативных художников и именно поставить особый акцент на креативность, на культуру. это Манчестер, например, или Бильбао, о котором, конечно, все вы слышали. Сложности культурной городской политики это то, как включить ее в другие направления политики, в частности, например, проекты городской реновации, потому что иногда, верно или нет, люди считают, что культуру начинают эксплуатировать, хоть в любом случае это сильный и важный элемент городской реновации, через культуру можно решать многие вопросы, она может стать позитивным элементом и залогом успеха таких проектов городской реновации. И опять-таки, возвращаясь к некому образу города, имиджу города, особенно в Париже этот вопрос стоит довольно остро. немножко поговорим про историю искусств, но в целом попробуем посмотреть, как увязываются желания художников, политиков и жителей городов, как они вместе могут развивать произведение искусства в городском общественном пространстве, как это в конечном счете воплощается в реальность, каким образом создается художественный креативный образ города, в котором могут существовать различные культурные проекты. Особенно интересно для меня, по крайней мере, ну это что-то, чем я занимаюсь, конечно, но в целом, мне кажется, что Париж в этом смысле особенно интересен, потому что прежде всего это город, который по всему миру считается городом искусства и культуры, но еще потому, что это город, как и Москва, кстати, где городская эстетика была структурирована и реструктурирована практически полностью в 19 веке, у нас это был барон Осман, его особенность была в том, что он вырабатывал такие инварианты, которые встречаются в конечном счете во всех кварталах, во всех районах, будь то дорогие или бедные районы, это какие-то элементы, которые узнаются буквально по по одной фотографии, неважно, центр города, центр Парижа, например, знаменитые тротуары с гранитным бордюром или какие-то другие знаковые для Парижа элементы, знаменитые здания с одинаковыми балконами на третьем и шестом этаже, это такая городская структуризация, которая делает определенные элементы узнаваемыми, и Париж сейчас задается вопросом эстетики, и сейчас идет очень активный процесс размышлений, переосмысления парижской эстетики, вот эта османская эстетика, которую вы видите на фотографиях, ее особенность в том, что, да, она была прекрасно адаптирована в прошлом, в 20 веке, но сейчас, когда мы опять-таки пересматриваем наш подход к городскому транспорту, встают вопросы, у нас, Париж, знаете, трафик один из самых напряженных в городе, мы занимаем, кажется, седьмое место после Сеула, и, конечно, встает много проблем, опять-таки, вопросы потепления климата, и вот это гранитное покрытие, которое сделало землю, например, городское покрытие полностью непроницаемое сейчас вызывает проблемы, и в Париже таким образом сейчас идут дебаты. Происходит некоторая реконфигурация символических, мессимволических площадей, мы экспериментируем вместе с архитекторами и известными художниками. Вот, например, площадь перед Пантеоном, знаменитый памятник великим людям, здесь это место стало местом эксперимента, были поставлены скамейки, где теперь можно полежать, место полностью изменилось. Вот тут я даю ссылку, она только на французском, но все равно можете посмотреть, и в Поверпоинте есть еще несколько ресурсов. Говоря о Париже, нельзя не говорить об общественных пространствах. Сегодня, конечно, я не собираюсь прочитать целую лекцию о том, что такое общественное пространство, просто скажу, что этот термин объединяет очень много различных пространств. И множественное число этого выражения уже немножко меняет значение. Вот уже на протяжении 30 лет общественными пространствами занимаются разные дисциплины. Общественное пространство это термин, который используется социальными политическими науками, то есть это некое гражданское пространство для политических дебатов, для споров и так далее. То, что довольно хорошо объясняется в политической теории, но это также место встречи с другим, и с этой точки зрения искусства может играть, часто играет очень важную роль. Ришар Асенет написал много интересных работ по поводу такого соседства. Выражение по-французски общественные места во множественном числе имеет более прагматичный смысл. Это физические места в городе, доступные широкой публике. То есть это больше касается урбанизма, пейзажа, биографии, скажем так. Это те места, куда приходит большое количество городских жителей, которые находятся снаружи, которые доступны и которые бесплатны. Это, как правило, улицы, тротуары, площади, сады, скверы, какие-то зеленые пространства. А последние годы это выражение общественных пространств расширяется. Иногда так называют, например, вокзалы, то есть какие-то внутренние пространства. На вокзалах тоже развивается много интересных и торговых, и культурных проектов. И, например, супермаркеты, крупные торговые центры, которые, кстати, и не очень-то бесплатные. Что здесь интересно? Когда мы говорим о различных участниках сферы культуры, существуют различные типы культуры в общественном пространстве, часто звучит эта новая тема искусства в общественном пространстве, то есть присутствие объектов искусства в общественном пространстве связано не только с этим характером доступности, бесплатности, открытости, но также со смыслом дебатов, политических высказываний и тот смысл, который искусство может привнести в эти дебаты. То есть еще раз, это то место, где люди сталкиваются между собой различные мнения. У таких мест есть и утилитарное значение, но и символическое. Различные противоречия, которые существуют в обществе, в городе, сталкиваются в таких общественных местах. Это то, где чувствуется, наверное, больше всего та самая глобализация, о которой говорил Карим. Здесь вылезают наружу все противоречия между заказом и свободой, между памятью, уважением и разрушением старых памятников и так далее, и так далее. Очень интересное место для изучения и в последние годы одно из самых важных пространств дипломатических предложений. Можно дать несколько примеров. Форма искусства в общественном пространстве. Какие они бывают? Во-первых, все, что связано с наследием, статуи, все, что касается государственного заказа, когда принимается решение об установке каких-то объектов искусства. Живое искусство, спектакли, я не буду о них говорить, потому что для этого нужно отдельное занятие. И все то, что касается общественного искусства, которое заказано государством. Также это разные дисциплины, различные художественные движения, которые объединяют или наоборот сталкиваются друг с другом. В общественном пространстве это конституальное искусство, различные артисты, художники предлагают свои перформансы. В общественном пространстве предлагают выйти из музеев. Это все, что касается уличного искусства, стрит-арта, граффити и другие проявления, а также искусство участия. Оно также принимает участие в обновлении строительства предложения по разным статуям, стенам. Это интересная тема. Различные формы это в первую очередь наследие и статую. В Париже в общественном пространстве, конечно же, очень много различных статуй, памятников, которые сконцентрированы очень сильно. Нет ни одного места важного в Париже, где не было бы какой-то статуй, связанной с чем-то политическим. Здесь я поставила фотографию Генриха IV. Сначала в 64-м году Мария Медичи поставила этот памятник. Потом в 1817-м он был расположен на площади Лефина. Также показала вам мост Александра III в Париже. И, конечно, большая концентрация в секторах 30-х годов. Во время Всемирной выставки вокруг Тракадыро было много поставлено разных статуй, которые характеризуют уже идентичность этого города. нужно помнить о том, что это либо оригинальные, ну, очень важно, чтобы понимать разницу между оригинальными и копиями. Граждане должны переосмыслять, так же, как и туристы, эти монументы, эти памятники. и будь то туристы или жители, для всех это достаточно разное представление и понимание того, что все эти памятники значат. Сейчас я много работаю по теме обновления и по эфире башни, и политические лидеры 10-15 лет назад никогда не думали о том, что вот парижан надо каким-то образом вернуть к идее эфире башни, ведь многие парижане вообще никогда не поднимались даже на эфире башню, но сегодня это уже политическая задача сделать так, чтобы жители города вновь переосмыслили свои памятники и узнали о них больше. Все, что касается государственного заказа во Франции знаменитый 1% обязательный часто государственный чиновники при строительстве например школ должны 1% затрат должны выделить на какие-то украшения, на какое-то искусство, это обязательство существует во Франции. Также есть сейчас новый тип государственного заказа, у нас есть проблема с инициативами, всегда считается, что государство или правительство хотят эти украшения, но 90% это какие-то частные лица, в основном, либо это группа жителей, которые запрашивают какое-то украшение поставить, хотят здесь вы видите памятник генералу, его память постарались истереть из истории, но есть группа инициативная, которая захотела поставить этот памятник, нужно помнить, что есть такое столкновение между желанием государственных институтов и частных групп, и еще один аспект очень новый для последнего времени, это то, что происходит изменение технического рода, сейчас уже не так много статуй, много, например, есть таких объектов, которые могут как-то использовать, например, видите, здесь фонтан в качестве памятника, объекты, которые могут использоваться еще каким-то иным образом, они просто являются каким-то интересным произведением искусства, это новая тенденция, они либо освещают, либо осуществляют поливку или что-то еще, современный государственный заказ различается вот этим, и все то, что касается контекстуального искусства, перформансы различного рода, искусство на месте, которое развилось в 60-е годы, во всем мире, здесь, вы знаете, Валикспор, например, занимается перформансами, в Вене, в Нью-Йорке, это очень активно развивалось, в Париже, большое развитие получило контекстуальное искусство, в первую очередь это желание выйти добровольно из музея, из галереи, это желание вернуться к спонтанности, к непосредственной связи между художником и его публикой, сделать увязку между искусством и реальностью, в частности, Курбе работал в этом направлении, искусство представлять вещи, показывать их, а не изображать их. Художники, работающие в контекстуальной сфере, пытаются выйти из своей зоны и ищут возможность работать с конкретными фактами, с конкретными вещами и показывать их с перспективы. То есть, это искусство, которое определяет себя тем местом, в котором оно представлено. Часто это искусство эсимерное и может быть одним, скорее, элементом декора. Например, во Франции один из ярких символов этой работы, это работа Крестой Жан-Клода, который вы видите, она была создана в 1962 году. Здесь канистры с бензином были представлены. В этом особенности этих артистов они делали без разрешения, но, конечно, важно иметь разрешение на то, чтобы устраивать подобные перформансы. перформансы очень активно, конечно, все это развивалось в Америке. При этом одна из проблем этого искусства это то, что по определению оно бесплатное, не получают никакого финансирования, и поэтому нет какой-то экономической модели, если нет государственного заказа. Крестой, Жан-Клод, и все артисты, которые работают в таком стиле, они должны несколько менять систему своей деятельности. Сейчас есть проблема авторских прав, поскольку можно понять, нужно ли соблюдать авторские права какого-то объекта искусства, если человек установил его на улице и не получил при этом разрешения, поскольку человек не обязательно должен соблюдать авторские права, если кто-то на тротуаре, где он живет, поставил какой-то объект. Так что вопрос с авторскими правами здесь очень сложный, плюс также вопрос финансового вознаграждения артиста, вопрос экономической модели и соблюдения правил, связанных с объектом искусства, который установлен в том месте, где не получено это разрешение. Будь то Крестол или Даниэль Дюрен, здесь вы видите их объект искусства Дю Платон, Дю Платон. И это еще один пример, когда без какого-либо одобрения было поставлено в 86-м году, но при этом министр культуры Жак Ланга в 80-е годы заказал объект искусства, и это один из примеров такого констекстуального искусства. Нужно ли найти какой-то способ сочетания различных несочетаемых элементов, которые находятся в этом искусстве? это искусство подчеркивает какие-то неработающие моменты в обществе, и в нем есть много разных аспектов, и их очень интересно изучать, и соотношение это с государственным заказом. много работало с объектами искусства, которые имели какой-то дипломатический подтекст и могли нести в себе какие-то проблемы дипломатические одновременно с этим. Что этот вопрос будет еще гораздо более важным, когда речь пойдет о стрит-арте, о городском искусстве. Городское искусство это очень разнообразные области, хотя есть какие-то константы, конечно, есть концептуальные, контекстуальные практики, какие-то коллажи, активномизм, перформанс, но есть несколько основных моментов, как и контекстуальное искусство. Это искусство родилось в Нью-Йорке в 60-е годы, когда появилось граффити. Судьба в том, чтобы стилизованным образом изобразить свое имя и псевдоним. Затем это перешло в стиль письма в стиле хип-хоп в США. И различные художники, например, Кит Херинг, Бастия занимались стрит-артом уже в дальнейшем. Есть разница между граффити и стрит-артом, поскольку стрит-арт признает... Стрит-арт это все-таки разрешенная вещь, а граффити это все-таки андеграунд. Граффити незаконная практика и заключается в том, чтобы разместить какие-то надписи на неразрешенные объекты. Это стало культурным и художественным феноменом. Вообще он находится на периферии искусства, общественного искусства, но есть двусмысленность в отношении закона, поскольку сейчас это искусство уже вышло и перестало быть маргинальным и его заказывают различные компания, институты и государственные организации. Плюс появился скрин-арт онлайн, связанный со стрит-артом в Париже в 80-е годы начало развиваться это искусство, были Немо, Жером Менаже и другие художники работали в этой области. И в Париже сначала это было не совсем официально, государственные институты хотели, чтобы Париж был городом, который приветствует стрит-арт. Процесс заключался в том, чтобы говорить, что мы не разрешаем, конечно, но мы и не стираем. Это было в новинку в такой подход, сделайте что хотите. И в 13-м районе Парижа вы видите здесь целый музей под открытым небом, который был развит. Там уже около 50 работ на домах можно увидеть. Стефани Лемуан, специалист стрит-арта, говорит, что теперь искусство городское стало частью города. И здесь игра слов, идется слов, которые невозможно, к сожалению, перевести, но суть в том, что теперь это такая игра, что раньше было запрещено полиции, а сейчас это уже часть города, как слово полис. Новые задачи искусства в общественном пространстве. Вопрос о памяти и о том, как она представлена в искусстве. Мы говорили о понятии культурное право. Культура это передатчик символов, это способ вновь познакомиться с общественным пространством и построить коллективную память. Однако же общественные места, они не нейтральны по своей сути, и те объекты искусства, которые представлены, имеют какой-то жанр, какой-то род, и они представляют что-то. Например, много в начале 20-го года было объектов искусства, которые символизировали народ, победу, коллектива и коллективной идентичности. Хотя в начале 20-го века в Париже все было нелегко, было много конфликтов, конечно, но есть вот это понимание. Здесь несколько важных объектов искусства, конечно, на площади республики. Я выбрала особенную картинку, поскольку этот объект искусства очень многое значил для Парижа и тогда, и сейчас. Во-первых, это символ очень важной республики Франции, во-вторых, это все-таки женская фигура, очень необычная, это фигура в характерном смысле очень отличается, поскольку это некая аллегория победы, и также после недавнего обновления этой площади, раньше там была дорога вокруг этой статуи, и примерно 10 лет назад было проведено обновление и сейчас там проходят различные политические встречи и на постоянной основе, и здесь вы видите, собственно, на картинке как раз встречи после теракта в Шарли и Бдо здесь много людей собиралось, для числа сохранения наследия, каждое воскресенье здесь происходят какие-то встречи, это такая парижская традиция. Также здесь Джефф Кунс, вы видите, мы знаем, что дипломатия часто заключается в том, чтобы принимать какие-то работы, и мы представили себе, что это можно, таким образом можно было бы представить себе жертв терактов, это вызвало полемику, это подарок, и нужно было как-то за ним следить в дальнейшем. Дальше Жуанова с Канцело, сердце Парижа в одном из самых бедных кварталов столицы и другие памятники, например, рукопашный бой, где представлены люди другой расы. Дальше мы приходим к понятию памятника, исторического памятника, и просто памятник, это разные вещи, памятник, это воспевание чего-то для того, чтобы сохранить что-то в коллективной памяти, в каком-то положительном ключе, это не просто информация об умерших и об их именах, о тех, кто погиб в войне, здесь речь идет о том, чтобы каким-то образом влиять на общее чувство, это отличается от исторического памятника, поскольку исторический памятник это свидетельство об истории, о наследии, даже несмотря на то, что его тоже как-то дают дань уважения, но задача не в этом, здесь задача в сохранении наследия, культ памятников во Франции начался после Первой мировой войны, примерно как и в вашей стране, и очень эстетически продуманы наши памятники после войны, похожи на ваши, появились памятники тем, кто погиб в войнах, и появились подписи. однако же нет списков с именами тех, кто погиб на фронте, не было памятником погибших, два года назад только с именами, со списком имен появился памятник французским солдатам, которые погибли в войне. Таким образом появилась идея после Первой мировой войны, затем после Второй мировой войны произошли некоторые изменения, появились антипамятники, сколько здесь я покажу вам два примера, это не совсем старые примеры, первый это мемориал жертв депортации в Париже Жанна Дебюсона и тот, который многие из вас знают, мемориал Берлина в память о европейских евреях убитых Питер и Займана. Принцип этих антипамятников заключится в том, чтобы отойти от объектов и перейти к пространствам, поскольку считается, что память начинается с того, что человек идет и проходит через что-то, видит какие-то абстракции символические, обращается к посетителям этот памятник и человек таким образом принимает и осмысливает это. Вот то, что касается памятников, антипамятников. С этими вопросами сталкиваются все крупные города Европы и всего мира. Это объекты, которые, с одной стороны, несут определенную идентичность горожанам, с другой стороны, интересны в качестве туристических памятников. вопрос имен. Вопрос стирания имен. Вот два интересных вопроса, связанные с памятниками. О чем, о ком память сохраняется, законно ли сохранять память обо всех. Это вопросы, которые вызывают довольно жаркие дебаты. есть, например, мемориал Алжирской войны. И многие историки, например, считают, что этот памятник не говорит ничего о периоде колонизации, он напоминает только об Алжирской войне, соответственно, не совсем легитимен. Это лишь один из примеров. И хочу еще остановиться на изображениях женщин в общественном пространстве. Это довольно забавно, с одной стороны. С другой стороны, это, опять же, очень острый вопрос общественной повестки во Франции. То, как изображаются женщины в виде скульптур, в виде статуй в общественном пространстве, а также, каково присутствие французских художниц в нашем культурном наследии. Все это очень интересные темы и образы, как и слова, в принципе, не всегда отражают реальность, полностью не отражают идентичность или образ мыслей народа. При этом женские образы это отражают, должны отражать как минимум половину населения планеты. Женщины в парижской скульптуре, но я не думаю, что это случай только Парижа, прежде всего выступают в качестве аллегории. Это либо муза, либо, например, изображение победы. То есть образ женщины через женский образ передается некая ценность, которая так или иначе увязана с женским образом. Это могут быть самые разные аллегории. Как правило, женские фигуры обнаженные, сильные, они отсылают к каким-то природным, естественным, физическим качествам, но почти никогда не в момент сражения. Присутствие обнаженных тел в общественном пространстве это что-то, что было характерно для городской культуры во все времена, но часто женщины изображаются в качестве матери, как, например, пример 1875 года. Часто женщины изображаются с ребенком, но в 80-е годы, например, это стало принимать несколько карикатурный вид, но тем не менее сама композиция сохраняется. Одно из произведений довольно известное, это работа Шепарда Фейри, который изображал и Обаму, и других известных личностей. он нарисовал вот эту некую женскую аллегорию, молчащую женщину в Париже. Недавно этот объект стал жертвой вандалов, это поэтому фотография старая. Шепард Фейри решил оставить слезы, которые дорисовали вандалы на лице, потому что стрит-арт предполагает признание, принятие того, что твое произведение так или иначе может стать объектом таких дорисовываний. Изображения реальных женщин, тем не менее, встречаются крайне редко. Из тысячи произведений искусства, например, присутствующих в Париже, где-то всего 16-35 изображений реальных женщин. Все остальное это аллегории, победа, женщины времена года, женщины континенты, но реальных женщин очень небольшое количество. 16, если мы считаем действительно общественные пространства, 34, если мы также включим в этот список, например, какие-то музейные пространства, выставки. Половина из них писательницы, где-то треть это женщины, например, которые строили больницы, оставшиеся это святые, включая, например, Жану Дарк в моей классификации. То есть это очень специфический, очень особый тип женщин, например, нет женщин-политиков, женщин-государственных деятелей, они просто не представлены в общественном пространстве Парижа, за исключением Мари и Катрин Медичи. Вот, пожалуй, единственное исключение. Но мы продвигаемся в правильном направлении, какие-то вещи улучшаются, современное искусство пытается исправить этот недостаток Нэнси Рубин, например. Сейчас в заказах присутствует более паритетная логика, все больше произведений в общественном пространстве посвящено женщинам. Вот, например, один из таких примеров, но сейчас это, конечно, очень небольшой процент. И все больше в общественном пространстве продолжает женский вопрос. Я привела в пример проект, в котором я лично участвовала и которым я очень горда. Очень молодая женщина создала проект Барбес, Гуддор, это такой тоже рабочий квартал в Париже. Там живет в основном африканское население, арабское сообщество, но при этом это очень такой район космополитский. Большинство жителей этого района с интересом отнеслись к этим проектам, потому что для них, в принципе, общественное пространство играет очень большую роль. Они часто встречаются на рынках, в парках. Это не всегда легальная торговля, это часто и место какого-то незаконного трафика. И художница встречалась с различными жителями этого района, включая, например, полицейских и просто жителей района. И она затем разместила фотографии таких встреч в районе, чтобы показать, что в этом общественном пространстве были не только мужчины, которых все привыкли видеть на площадях и рынках. И как только женщинам давали возможность играть ту же роль, что и мужчин, они сразу воспринимались как агрессивные. Эти фотографии должны были висеть всего несколько месяцев, но в итоге они провисели два года. Вот еще интересный таким образом пример символического воздействия искусства в общественном пространстве. Многие работы вызывают полемику. Один из вопросов это статуи, скульптуру. Это, я думаю, проблема не только характерная для Парижа, что-то похожее мы наблюдаем в Великобритании, в США. Это статуи, памятники людям, например, колонизаторам, таким, так называемым великим людям. Стоит ли сохранять их памятники, несмотря на то, что некоторые действия или все их действия были противны нашему текущему нынешнему пониманию свободы. Это в основном, как я сказала, колонизаторы, например. В Париже это сейчас активно обсуждается. Пока к чему мы приходим, что мы ничего не рушим, но мы добавляем некое пояснение, некий комментарий. В любом случае дискуссия продолжается, она вписывается в целом в дебаты относительно исторической памяти, исторических травм, культурных прав, и мы все больше наблюдаем некую диссоциацию культурной ценности и, собственно, личности человека, который изображается. Появляются новые проекты, при этом новые заказы, опять же, не только в Париже, например, проект, посвященный Solitude, это имя раба, который возглавил одно из восстаний на Антильских островах. В любом случае, есть запрос от определенных групп населения, которые выражают этот запрос быть выраженными, найти свое место во фигуративном искусстве. и это тоже то, что искусство позволяет сделать. Еще одна важная тема на сегодняшний день, это то, как искусство участвует в городском обновлении с появлением все более частым глобальных целостных художественных проектов в рамках некой органистической реконструкции обновления. Каким образом культурные объекты вписываются в городской пейзаж? Вот фотография Копенгагена. Это проект реновации рабочего квартала Копенгагена. Он проводился с участием жителей, полностью был перестроен район. Интересный тоже пример, потому что сегодня и во Франции, и в Париже мы все чаще видим, как я сказала, появление частных заинтересованных лиц, частных участников, которые сами предлагают некие произведения искусства в жилых зданиях, например, они предлагают застройщикам добавить какие-то произведения искусства, таким образом определяя облик некого квартала. Такое происходит в Монреале также, в Нанте. Там сейчас тоже ведутся работы по улучшению пейзажа города, из Нанте пытаются сделать еще интересное туристическое направление. Но помимо этого, это также стремление ввести культурные проекты, например, такие как Пари-пляж или развивать такие переходные проекты урбанистики. Это так называемая динамика креативных городов. Сейчас это что-то, что развивается по всему миру, не только во Франции, по всей Европе. Вопрос искусства это искусство ради искусства, насколько оно эффективно может участвовать в других сферах жизни. Вопрос остается открытым. Искусство в общественном пространстве позволяет выявить фигуру гражданина и отследить некоторые эстетические изменения, изменения эстетического запроса населения. Есть такое понятие, как бюджет участия, насколько сами горожане готовы вкладываться в новые произведения искусства в городе. И надо сказать, что сейчас именно стрит-арт очень востребован у населения. Но другая проблема здесь, что это очень эфемерный вид искусства, как их поддерживать, это большой вопрос. С развитием различных художественных проектов, которые являются местом выражения, креативности, я вот здесь привела пример как раз из Нанте, это парк пинг-понга, это скульптура, но это также и стол для настольного тенниса. Также место некого выражения в общественном пространстве. Что точно можно сказать, что меняются не только эстетические и художественные форматы, изменяются модальности государственных заказов, изменяются сами проекты. Это даже не то, чтобы заказы, когда покупается некое произведение, это скорее что-то вроде тендера, то есть условно государство или кто-то говорит, мы хотим вот здесь и здесь разместить некое произведение искусства, какие будут идеи? И как раз в этом году я участвовала в проекте, который назывался «Сделать Париж красивее». За месяц пришло около 500 заявок. Что здесь интересно, что так мы получаем возможность получать очень разные идеи. Не всегда это что-то монументальное, иногда это что-то очень небольшого масштаба, что-то опять-таки эфемерное, недолгосрочное, но это делает весь процесс интереснее. И чтобы как-то собрать воедино все, о чем я говорила, мне кажется, что роль и место искусства в общественном пространстве в плане решения дипломатии подталкивает нас к тому, чтобы думать о пространстве и об искусстве, да, конечно, но также о времени. Что это значит? Как выбрать произведение искусства? Как провести диагностику пространства? Агентство городского психоанализа это специальная служба, которая выслушивает население, горожан, какие-то сообщества, которые рассказывают, какие произведения искусства они хотели бы видеть в своем районе. И затем выбирается совместно некий культурный объект. И сколько времени на все это нужно? И еще одна важная тема это то, что произведения искусства становятся все более сложными сами по себе. Подключаются технические элементы освещения, электроники, а значит производство таких произведений искусства становится сложнее и от художников также сейчас требуется наименьший экологический след, то есть учет также климатических экологических соображений. Все это очень инновационная область и сегодня создать некий культурный объект в общественном пространстве подразумевает необходимость команды инженеров. Но тем интереснее предложения, которые сейчас появляются. Мы никогда не знаем, как то или иное произведение искусства будет жить в общественном пространстве. очень быстро например его могут повредить или оно может разонравиться жителям района. Важно задавать себе вопрос в какой момент то или иное произведение искусства нужно убрать. Может быть потому, что оно уже в плохом состоянии, может быть потому, что его лучше разместить где-то иначе. Мне кажется вот такой момент циркуляции, перемещения объектов искусства в общественном пространстве это тоже что-то совершенно естественное. Почему бы нет? Пусть все будет в движении. И российская система мне кажется такая же как и во Франции заключается это в том, что мы не имеем права продавать произведения искусства, не отчуждаемы. То есть если произведение искусства размещается на улице или на площади, да, конечно, мы не берем в случае каких-то политических потрясений и революций, но в целом оно неотчуждаемо. Тем не менее задавать себе вопрос, насколько оно по-прежнему уместно на той или иной улице, в том или ином месте, мне кажется очень важный. Из-за того, что оно неотчуждаемо, не значит, что оно должно находиться там вечно. Вот, наверное, те моменты, которые я хотела отметить в конце. Я написала статью, кстати, на эту тему «Время произведения искусства в общественном пространстве». Кажется, я исчерпала свой временной лимит, но я буду рада с вами поговорить. Если у вас есть какие-то вопросы, буду рада на них ответить. спасибо большое. Люсти. Вас можно слушать бесконечно. Великолепная презентация, много всего интересного и то, что откликалось у нас в душе, те же самые проблемы в России, когда мы пересматриваем некоторые культурные памятники, институции и пересматриваем наши взгляды на те статуи, которые стоят в наших городах. И вы совершенно правильно заметили, что движение памятников это естественный процесс, и никто не говорит о том, что они должны стоять вечно, хотя есть некоторые произведения искусства, которые, конечно, безусловно, доносят до нас с глубины веков то, что те моменты истории, те моменты потрясений или взлетов, которые мы с удовольствием сейчас изучаем. Я хочу обратиться к нашей аудитории, уважаемые слушатели, участники сегодняшнего мастер-класса, прошу вас, задавайте вопросы, у вас есть уникальная возможность пообщаться с человеком, который является признанным экспертом к культурным связям в мэрии Парижа и профессором университета Парижа и университета Курна к нам. Прошу вас. Большое спасибо, получили огромное удовольствие и подчеркнули много нового для себя. Я хотела спросить, а какие параллели вы видите между, скажем так, городским ландшафтом у Парижа и Москвы, если только вы были, или какие у нас есть с вами общие параллели. Я ни разу не была в Москве, если честно, поэтому не буду говорить, что я достаточно хорошо знаю этот город. Но я вижу, конечно, я знаю какие-то произведения искусства, искусства, памятники, но у меня нет достаточно глубокого взгляда по городскому пейзажу в целом, но я думаю, что общих моментов много. Это вопрос наследия, это и скульптура, это и архитектура, изобразительное искусство в городе, и это очень важно. и вы москва входит в число городов, где очень яркий пример такой городской перспективы, вопрос идентичности, эстетики города. я думаю, это что-то, что наши города разделяют между собой, символичность скульптуры, что они говорят о нашей истории, и как мы учимся, адаптируемся, жить вместе со скульптурами, которые, возможно, сейчас уже не передают нам то же самое послание, это вот просто одни из тех примеров. есть много, скажем так, устаревшего в обоих городах. Конечно, сегодня мы бы уже не так изображали какие-то вещи, но тем не менее, действительно ряд памятников являются важными элементами нашей идентичности, нашей культуры и истории. Поэтому я задаюсь вот этими вопросами, даже немножко критика, вопрос памяти, исторической памяти и нового фигуративного представления такой памяти. Мне кажется, что в какой-то момент город, художники должны предлагать новые формы и выражать что-то, о чем мы раньше, возможно, просто не думали. И этот вызов, то, что можно было бы назвать официальным искусством, но это не обязательно госзаказ. Официальное искусство, это также, возможно, что-то порожденное определенными группами, которые требуют от искусства тех или иных форм. Я думаю, что это вопросы, которые встают во всех крупных городах, и затем это также отношение между идентичностью горожан, жителей города и туристами. Идентичность города, конечно, включает и то, и другое. Вы немножко предвосхитили мой следующий вопрос. Я хотела спросить вас как специалиста в этой области. Как вы предполагаете вообще, какая ваша точка зрения? Вот, допустим, вы говорите об общественном пространстве, да, искусство организации общественного пространства. Как вы считаете, это должно быть все-таки согласовано и иметь какую-то консонантность, согласованность, или, может быть, это может быть такой микс, который, так сказать, позволит иметь разные стили, разные направления. Вот ваше отношение к этому. То есть будет ли это, если, ну, скажем, у нас, например, есть какие-то определенные комитеты, комиссии, которые согласовывают, следят за этим. Но, тем не менее, у нас есть группа художников, скульпторов, которые восстают против этого, считая, что они могут поставить свои произведения, которые идут несколько вразрез, то есть там сплошной диссонанс. Как вы считаете, вот эта организация общественного пространства должна быть все-таки подведена под какой-то единый стиль или, скажем, даже если это не стиль, но как бы какое-то согласие, или же можно дать простор, так сказать, художественному вымыслу, идеям и ставить то, что каждый считает нужным? Конечно, это вопрос бесконечный. Я думаю, что не нужно, во-первых, смешивать то, что связано с эстетикой города, городской эстетикой, и то, что касается искусства. Это все-таки разные понятия, и искусство может занимать место в эстетике города. Эстетика города это все то, что касается линий, я имею в виду размер татуаров, какие-то правила устройства города, форма фонарей, сигнализация, какие-то объявления, табло, это все касается эстетики городской. Это не значит, что здесь не может быть какой-то креативности, но это работа дизайнеров, это не работа художников. Разница в том, что дизайнеры они любят оригинальную форму, которая должна повторяться в пространстве или в доме, то есть они придумывают какую-то форму, и эта форма в какой-то момент уже повторяется. Архитект может создавать формы, но задача его в том, чтобы, мы понимаем, искусство это по определению другое, поскольку произведение искусства, оно уникальное, это уникальный объект, уникальное предложение, конечно, это может быть инсталляция, фильм, что угодно, но идея в том, основное, что это какой-то уникальный элемент, который по определению не будет каким-то образом впрягаться и изменяться, мы не будем делать афиши и все такое, так что по определению в нем оригинальность присутствует, вопрос в том, как это все друг с другом встречается. В какой-то момент, скажу маленькую историю, которая не касается скульпторов или она больше городское искусство в Париже, большая проблема со спектаклями на улицах, это большое движение, которое с трудом уживается в Париже, потому что есть много мест, пространства в Париже и очень сильно страдают они от того, что сейчас всякий теракт и много правил безопасности и для них это все очень дорого обходится. И мы в Париже пытаемся как в Монреале сделать, создать пространство, где можно играть со сценами, со всем этим. Но они считают, что наша работа это не ходить в туалет, там, где вы нам сказали, а делать там искусство, где мы хотим. И если вы нас отправляете в какие-то места, вы нас ограничиваете. Вопрос здесь в этом столкновении. В какой-то момент художник должен выбрать форму, в которой он работает, он должен выбрать место, в котором он работает, но выбрать место это не значит, что он может ответить в любом месте, это не значит также, что он не может делиться своей... что он не может увязывать какие-то свои без искусства, чтобы они были на виду, чтобы было возможно за ними следить и так далее. Есть дизайн городской, а есть и произведение искусства. И в комитетах также есть два направления. Художники часто ругаются с архитекторами, с теми, кто занимается благоустройством города, и тогда к каким-то вещам приходят. Спасибо большое. Я так понимаю, что все-таки истина в последней инстанции пока не найдена. То есть пока все в процессе споров, нахождения какого-то решения. Спасибо большое. Люсь, большое вам спасибо за такое многогранное выступление и экскурс в художественную жизнь Парижа. В Москве, я и по своему личному опыту думаю, что и сегодняшние гости подтвердят, Москва очень изменилась, как городское пространство. Появилось намного больше парков, стали организовывать больше фестивалей, появилось больше каких-то площадок для проведения спортивных мероприятий, где люди могут собираться и обсуждать какие-то культурные вопросы. Я знаю, что в Париже вы реализуете очень крупный и уникальный проект, который называется, я, честно говоря, затрудняюсь с четким переводом на русский язык. На французском это звучит как «Каро-дю-тампль» – площадка культурной спортивной жизни, созданная на базе, как я поняла, древнего замка храма. Вы не могли бы кратко, я думаю, рассказать про этот проект, как вам удалось соединить и историю, и древнюю культуру и привнести это пространство в такой динамичный, молодежный и очень разный Париж? – Каро-дю-тампль – это не единственное место, которое таким образом функционирует, это такое поколение культурных мест. Мне повезло, что я смогла поучаствовать в строительстве некоторых таких объектов, например, на Рю-де-Бревелье, там, где в 2000-е годы, когда я была советником у мэра Парижа, и потом я руководила одним из таких проектов, и «Каро-дю-тампль», в частности. Два с половиной года я руководила. Особенность этих мест в том, что это места, в которых работают какие-то места, где изначально такого не предполагалось, эти места используются заново. То есть это либо какие-то погребальные центры, либо… А здесь речь идет о старом крытом рынке. Это был рынок, где продавались ткани, то есть это большой холл. Как вам вступить в Европейске? В Барселоне, например, такая же история была. Было что-то вроде «Каро-дю-тампли» недавно создано. Но идея была в том, чтобы изначально спасти этот рынок, который разваливался, был уже в руинах, и это была проблема для жителей. И, собственно, жители решили сами, чем заполнить это просто. Они на самом деле все хотели использовать, все там дело, чтобы и спорт, и культура развивались там, и чтобы еще не очень дорого стоило, чтобы и спектакли, и выставки там можно было проводить, чтобы примерно все одновременно там происходит. Много народу там бывает. И интересно то, что это проект, в котором я работала почти сначала, и мы работали над тем, что мы называем использованием городского пространства. У нас были глобальные проекты для семей, то есть какие-то художественные, культурная часть, спортивная часть, поскольку в Париже не так много мест, где можно заниматься спортом, не так много садов. Мы назвали этот проект «Второй сад», и у нас были какие-то проекты по реновациям в городе, по окружающей среде, и каждый раз в этих проектах был художественный аспект и был спортивный аспект. То есть мы приглашали каких-то художников, артистов. Там есть еще подземное помещение, где залы для танцев, для классов каких-то, где местные школы могли заниматься. И также там проходят разные мероприятия, модные дефиле, потому что мы считаем, что это также часть культуры и креативной деятельности, это экономическая модель, очень специфическая. Спасибо большое. У нас сейчас тоже в Москве реализуется один интересный проект в данной бывшей электростанции. Тоже, кстати, необычная для культурных историй локация. Очень интересно, спасибо. В общем, я так считаю, что Люси надо обязательно приехать в Москву. Я думаю, что у нас будет шанс на втором году обучения увидеть вас здесь. Я надеюсь, что наша эпидемиологическая ситуация в мире улучшится. Мы все на это надеемся. И наши такие онлайн-связи, онлайн-общение в скором времени все-таки превратится в очное общение. Добро пожаловать в Москву. И мы вам тут все покажем, и тогда уже будем более предметно говорить на тему сравнения ландшафта Москвы и Парижа. Что, у нас есть вопросы? Нет? Я думаю, мы соберем еще вопросы, которые, безусловно, у нас большое количество участников сегодняшнего мастер-класса, которые смотрят нас онлайн и задают вопросы. Мы все их соберем, обязательно перешлем вам, ответим на все вопросы. Я благодарю наших французских коллег, Себастьяна, Карима, вас, Люси, Жан-Клод, кажется, там, да? Жан-Клод, большое вам спасибо. Спасибо большое, госпожа Ахмедова. Спасибо большое Марии. Спасибо большое нашим замечательным переводчикам, которые помогли нам сегодня с великолепным переводом. И мы ждем всех наших участников сегодняшнего мастер-класса, сегодняшней презентации на замечательной российско-французской магистрской программе «Менеджмент в сфере искусства и культуры». И прощаемся с вами до новых встреч, до нового следующего мастер-класса и презентации. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.